О, мой бог! В эфире «Жестокий спорт». Программа о том, чем рискуют профессионалы и любители, выходя на площадку «Помост» или «Ринг». Какие травмы и повреждения стоят за радостью побед и горечью поражений. Чем жертвуют чемпионы ради золотых медалей. И как именно растяжения и переломы повлияли на эволюцию спорта. Здравствуйте, я Александр Лин, врач-травматолог. Более 20 лет я занимаюсь спортивными травмами и знаю все об этой сфере человеческой деятельности. С нашими экспертами мы выясняем, где находятся зоны риска и можно ли сделать спорт более безопасным. Баскетбол против балета. Где прыгают выше? Что общего у ракетостроения и производства баскетбольных кроссовок? Почему баскетболисты получают такие же травмы, как пострадавшие в ДТП? Невидимая защита. Что скрывают спортсмены под своей формой? Как лед защищает от разрыва связок? И почему баскетбольный паркет стоит, как дорогой особняк? Баскетбол. Игра, которая пользуется популярностью во всех странах мира. Десять спортсменов на одной арене, двухметровые атлеты, буквально взлетающие над площадкой. И зрелищные попадания в корзину с дальних дистанций. Сегодня баскетбол впечатляет своей скоростью и непредсказуемостью. Но еще больше поражает тот факт, что когда-то эта игра была спокойной, как шахматы. Официальной датой рождения баскетбола считается 21 декабря 1891 года. Местом – американский город Спрингфилд. Преподаватель физкультуры Джеймс Несме пытался разнообразить рутинную гимнастику студентов. Он прикрепил фруктовую корзину к балкону и предложил закидывать в нее мяч. А позже прописал 13 правил, которые полностью исключали травматизм. Но так было недолго, лишь до первой Олимпиады, в программу которой попал в баскетбол. Из старых правил Несмита осталось только одно – это высота корзины. Три метра – пять сантиметров. Все остальное – бег по площадке, броски, возможность отобрать мяч у соперника – все это изменилось до неузнаваемости. Раньше во время игры спортсмены мяч передавали просто друг другу и бросали в корзину снизу вверх. Сейчас техника броска значительно изменилась, спорт стал более динамичным и количество травм резко возросло. Сегодня баскетбол стоит на первом месте по травмоопасности среди командных игр. Это прямое следствие высокой скорости тяжеловесов и нередко случающихся прямых столкновений соперников друг с другом. Без переломов или растяжений не обходится ни одна игра. Вот как выглядит топ-5 травм в баскетболе по версии жестокого спорта. 2010 год. NBA. Матч Миллоки против Феникса. Австралийский центровой Эндрю Богут забрасывает мяч в корзину и виснет на кольце. В этот момент ему в спину врезается игрок другой команды. Богут переворачивается в воздухе и неудачно приземляется на паркет. Перелом руки. Травма выводит спортсмена из строя почти на два месяца. 2006 год. Защитник Бостон-Селтикс Алан Рэй получает удар в глаз. В результате спортсмен потерял способность видеть. Глазное яблоко выскочило наружу. Но врачи сумели вернуть его на место и восстановить зрение спортсмена. 2012 год. Бэрон Дэвис во время матча серии плей-офф против Майами Хит неудачно наступает на ногу и рвет крестообразные связки колена. Эта игра стоит спортсмену четырех лет лечения. 2014 год. Во время двусторонней игры сборной США Пол Джордж бьется правой ногой об основание щита. Результат – открытый перелом больше берцовой и малой берцовой костей. В 2013-м легенда баскетбола Кобе Брайнд рвет ахиллово сухожилие. Два года реабилитации. Неудачные попытки вернуться в большой спорт. И как итог – завершение игровой карьеры. Чемпион Европы по баскетболу Николай Падиус считается мастером силовых проходов под кольцо. Я всегда старался играть жестко. Неважно, кто против меня играет, кого я держу. В основном это были лидеры команды, которых надо было сдержать, и чтобы они не выполнили свою норму в очковом эквиваленте. В 2012-м Николай закончил профессиональную карьеру. Сейчас он тренирует детей. Сегодня спортсмен поможет нам разобраться, при каких обстоятельствах баскетболисты получают травмы и как их избежать. Во время игры у тебя настолько организм переполнен адреналином, что ты не задумываешься о своей безопасности. У тебя есть мяч, есть кольцо, есть соперник. Ты хочешь выиграть, ты хочешь обыграть своего соперника, разнести его в клочья. По статистике NBA, главной баскетбольной лиги мира, травмы в этом виде спорта ежегодно получает каждый спортсмен. Причем более 80% повреждений острые. Казалось бы, перелом голени Кевина Уэйра вполне обычное дело. Однако именно этот случай привлёк особое внимание травматологов. Они долго не могли прийти к единому мнению, почему это произошло. Ведь такие виды переломов обычно бывают при серьёзных столкновениях. Такие травмы врачи называют бамперными переломами, потому что кость ломается именно на уровне бампера автомобиля во время дорожно-транспортного происшествия. Но в случае с Кевин Уэйром никаких столкновений не было. И всё-таки, что там произошло? Давайте ещё раз внимательно посмотрим на видео. Вот тот самый турнир 2013 года. Матч идёт без нарушений. Кевин Уэйр бежит к Тейлору Тортону, чтобы заблокировать трёхочковый бросок. Вблизи него никого нет. Он подпрыгивает, а приземляясь, ломает ногу. Версия того, что именно сыграла роковую роль в травме Кевина Уэйра, выдвигалась немало. Среди них неправильно уложенный паркет, неправильно подобранная обувь, жёсткое приземление, либо ранее полученные травмы. Что именно явилось причиной, давайте разберёмся. Мало кто знает, что после получения спортсменами серьёзных травм эксперты всегда проверяют качество напольного покрытия арены. С помощью специальных линеек и уровней они фиксируют перепады, которые не должны превышать более двух миллиметров. Сам профессиональный паркет специалисты называют живым. Во время игры качество паркета влияет на торможение и высоту прыжка. Дилетанты могут этого не заметить, но профессиональные спортсмены утверждают, что на хорошем покрытии они прыгают на 5 сантиметров выше, а на плохом часто получают травмы. За консультацией мы обратились к Вадиму Белякову. Он досконально изучил технологии укладки лучших баскетбольных паркетов мира, а позже использовал мировой опыт при строительстве нового зала. Вот этот фрагмент паркета, который здесь уложен, он состоит из амортизирующих элементов, резиновой толщиной 20 миллиметров, дальше двух фанер по 15 миллиметров берёзовых и клён. Между собой они скрепляются специальными гвоздями и клеем. Профессиональный баскетбольный паркет – удовольствие не из дешёвых. Его стоимость около 200 тысяч долларов, а сама укладка покрытия занимает почти месяц. Сперва на бетонный пол заливается гидроизоляция. Она должна быть идеально ровной. На неё устанавливаются резиновые амортизаторы, которые как раз и дают ту самую упругость. Затем укладывается два слоя идеально подогнанной фанеры. И только потом паркетная доска. Причём обязательно из клёна. Он не рассыхается и гарантирует правильный отскок мяча. Мяч лучше уходит, отскакивает. Игрок лучше его ловит. И для этого игра более интенсивна и правильна. Но в первую очередь хороший баскетбольный паркет обеспечивает амортизацию. Если бы её не было, при высоких прыжках баскетболисты гораздо чаще получали бы повреждения позвоночника. Сегодня приблизительно 65% всех травм баскетболистов приходится на нижние конечности. Идеальный паркет бережёт спину, но при этом могут пострадать ноги. И причина тому – нескользящий пол, который помогает резко тормозить и быстро менять направление движения. Как раз в такие моменты и происходят все надрывы связок, микротравмы и переломы. Думаю, что нету человека, который хоть раз в жизни не подворачивал ногу, немного оступился и растяжение связки. У профессионального баскетболиста любое движение – это резкая остановка или прыжок. Именно поэтому профессиональные спортсмены постоянно рискуют получить травму голеностопного сустава. Некачественное покрытие арены изначально рассматривалось экспертами как причина травмы баскетболиста Кевина Уэйра. Это могло бы объяснить, почему спортсмен, приземляясь после обычного прыжка, получил открытый перелом большеберцовой кости. Однако проверка выявила, что паркет здесь ни при чём. Быть может, баскетболиста подвела неправильно подобранная обувь. О баскетбольной обуви уже давно ходят легенды, потому что для её производства используются современные технологии, такие же, как космическая промышленность. Принято считать, что именно баскетбольные кроссовки задают тон при создании всей спортивной обуви. Но что же в них такого уникального? Внешне баскетбольные кроссовки отличаются высотой, шириной подошвы и очень плотным фиксатором верха. Как уверяют производители, эта обувь лучше всего держит голеностопный сустав. А специальные вставки дают спортсмену дополнительный импульс для прыжка. Но, быть может, все сверхспособности обуви нового поколения не более чем рекламный трюк? Проверить это берётся постоянный эксперт программы «Жестокий спорт» Валентин Тераут, старший научный сотрудник НИИ-механики МГУ. Валентин, при вашем росте вы наверняка играли в баскетбол? Нет, Александр Сергеевич, я предпочитаю волейбол. Баскетбол для меня слишком травмоопасная игра. Интересно, как кроссовок устроен внутри? Давайте разрежем и посмотрим. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, подошва устроена как настоящий многослойный яблочный пирог с начинкой внутри. Действительно, в районе пятки есть специальная вставка, которая хорошо амортизирует при сильных прыжках. Итак, мягкая вставка внутри подошвы снижает нагрузку на суставы спортсмена при приземлении. Больше никаких уникальных прослоек в обуви мы не находим. Что же тогда даёт спортсменам дополнительный импульс для прыжка? Чтобы разобраться, пригласим в спортзал артистов балета, которые буквально взлетают над сценой вообще без кроссовок. Смотрите далее. Баскетбол против балета. Где прыгают выше? Неочевидные травмы. Почему спортсмены получают переломы на ровном месте? И зачем баскетбольные корзины сделаны подвижными? Чемпион Европы по баскетболу Николай Падиус ещё помнит время, когда спортсмены бегали по площадке в обычных кедах. Позже их вытеснили кроссовки, которые произвели сразу две революции. Вначале в мире баскетбола, а после во всём спорте. Застал то время, когда дети бегали в обычных кедах. Не было абсолютно никаких технологий. Потом появились кроссовки Динамо. Более высокие, уже на такой липучке модные были. Если бы тогда были те технологии, которые сейчас, наверное, у нас бы не было каких-то проблем со стопами. Сегодня в многообразном мире спортивной обуви баскетбольные кроссовки по своей технологичности занимают, пожалуй, первое место. Они надёжно фиксируют стопу, снижают нагрузку на суставы и при этом помогают прыгать на несколько сантиметров выше. Как заявляют производители такой обуви, спортсмены тратят меньше сил на прыжки. Но это противоречит законам физики. Ведь мягкая подошва имеет свойство сжиматься, а значит, спортсмену необходимо расходовать дополнительную энергию. Поэтому прыгать в кроссовках должно быть сложнее, чем босиком. Или всё-таки не так? Чтобы разобраться, как это работает, проведём эксперимент. Приглашаем в зал артиста балета, который взлетает над сценой без всяких кроссовок и профессионального баскетболиста. Кто прыгнет выше? Баскетболист в сверхтехнологичной обуви или танцовщик в джазовках без малейшей амортизации? Артист, балет и баскетболист выглядят и двигаются абсолютно по-разному. И всё-таки у них есть немало общего. Их икроножные мышцы имеют стальную твёрдость. А при разбеге перед прыжком они развивают одинаково высокую вертикальную скорость 4,5 метра в секунду. Первым прыгает артист в джазовках. Высота 94 сантиметра. Баскетболист взлетает на 2 сантиметра выше. Хотя по всем законам физики мягкая подошва в кроссовках должна утяжелять прыжки спортсменов. Ведь во время толчка он тратит энергию на сжатие амортизирующей вставки в обуви. Для чистоты эксперимента просим баскетболиста повторить прыжок без кроссовок. Теперь он прыгает так же, как и танцовщик. Но почему? И что за секрет хранят в себе сверхтехнологичные кроссовки? Подобно ластам в воде кроссовки увеличивают КПД. При каждом прыжке ноги давят на подошву. При сжатии накапливается энергия, которая при высвобождении дает спортсмену дополнительный импульс для прыжка. Давайте разберемся с верхней частью обуви. Она состоит из специальных синтетических нитей, которые жестко держат голеностопный сустав. Могла ли столь жесткая фиксация обуви повлиять на травму игрока, который в начале своей карьеры получил один из самых ужасающих переломов в истории спорта? Посмотрим внимательно трансляцию игры. Секунда до травмы. Кевин Уэйр уже подпрыгнул и сейчас должен приземлиться. Как раз неправильное приземление эксперты указывали в числе прочих причин трагедии. Баскетбол это спорт очень высоких людей. Предположим, это голень профессионального баскетболиста, а это голень обычного человека. Разница очевидна. Сломать такую палку достаточно тяжело, потому что это короткий рычаг. Сломать палку такой длины гораздо проще за счет длинного рычага. Однако даже длинный рычаг сам по себе не разрушится. И при росте Кевина Уэйра в 188 сантиметров для перелома кости должен был произойти удар извне. Но ничего подобного тогда не случилось. Это заинтересовало многих международных экспертов, поскольку переломы буквально на ровном месте в баскетболе стали нормой. Мы находимся в операционной. Сегодня на операционном столе у нас молодая спортсменка. Это баскетболистка, которая получила серьезную травму голени. Это закрытый винтообразный перелом. Сегодня сложные закрытые переломы лечатся благодаря интромедулярному остеосинтезу. В ногу вставляются небольшие штифты, которые прочно блокируют кость и помогают ей правильно срастись. Это сокращает время лечения в три раза. Вместо шести месяцев кость восстанавливается всего за два. Операция в среднем занимает 35-40 минут и завтра пациентка выписывается уже домой на дальнейшее долечивание. Частые переломы в баскетболе врачи объясняют запредельными нагрузками и отсутствием времени на полное восстановление. Чтобы избежать операции, спортсмены используют для снятия усталости крил-камеры. Либо ванны со льдом. Так они снижают в крови уровень лактата, молочной кислоты, которая нарушает процессы сокращения и расслабления мышц. Другие игроки вместо холода лечатся жарой и прогревают мышцы в бане. Но как работают эти методы? Основной механизм термотехнологий это шокотерапия. Экстремально низкая или высокая температура понижает вязкость крови. И как результат увеличивается ее циркуляция. Молочная кислота разгоняется и спортсмен восстанавливается. Как раз этого восстановления и не хватило баскетболисту Кевину Уэйру. При разборе причин травмы спортсмена врачи пришли к единогласному мнению. Кевин так легко сломал ногу из-за стрессового перелома. Грубо говоря, игрок долго получал микротравмы на тренировках и не давал своей костной ткани восстановиться. В результате мелкие трещины привели к серьезному перелому. Как защищен баскетболист? На первый взгляд вообще никак. На самом деле под тонкими майками и шортами спортсменов находится специальная экипировка. Одежда, которая защищает от ударов локтями и одновременно отлично охлаждает тело. Игровая форма баскетболиста шьется из современного высокотехнологичного полиэстера. Кажется, что это обычная синтетика, но это не совсем так. В чем же принципиальная разница? Основная хитрость современной ткани в использовании нанотехнологий. На вещи наносятся специальные круги, которые при улавливании малейшей влаги, то есть выделении человеком пота, начинают поглощать тепло. И отдают прохладу, словно человек растер себя мятой. Существует у баскетболистов и своя ахиллесова пита. В буквальном смысле слова. Они нередко получают травмы ахиллова сухожилия, самого прочного в человеческом организме. Подсчитано, что оно может выдержать тягу на разрыв в 1500 килограммов. Чтобы понять, почему такой прочный материал рвется во время игры в баскетбол, проведем наглядный эксперимент. Мы находимся в НИИ механики Московского университета. Перед нами универсальная установка для механических испытаний материалов. Сейчас мы узнаем, при каком усилии рвется связка. Итак, прототипом ахиллова сухожилия для нас послужит буксировочный трос, который так же, как и ахилл, выдерживает нагрузку в полторы тонны. Проверим на разрыв целый трос. 100 килограмм. Трос сильно натянулся. Растягиваем со скоростью 1 миллиметр в секунду. Уже слышны небольшие потрескывания, рвутся отдельные волокна. Трос порвался при нагрузке немного меньше заявленный. Но это с тем условием, что он был в идеальном состоянии. А мышцы человека при занятии спортом получают микронадрывы. Поэтому проведем еще один эксперимент. Сымитируем микронадрывы на аналогичном тросе. Закрепим аналогичный трос в захватах машины. Проверим на разрыв трос, содержащий микронадрывы. Нагрузка немножко больше 100 килограмм. 200 килограммов. Все. Трос порвался. В результате эксперимента трос с микронадрывами порвался при нагрузке в три раза меньше, чем целый. Во время интенсивных тренировок сухожилия спортсменов получают микроразрывы. А при заживлении они заменяются соединительной тканью, которая менее эластична. После нарушается кровоснабжение. Сухожилие становится слабее и в результате рвется. Всего 10 лет назад трав в профессиональном баскетболе было значительно больше. Сейчас их число сократилось. И связано это в том числе с появлением на площадке умных корзин и безопасных счетов. При желании сегодня на баскетбольных кольцах спортсмены вполне могут подтягиваться. Но еще недавно это казалось невозможным. Легендарный Майкл Джордан славился своей способностью разбивать стекло над корзиной. Шакил О'Нил помимо рекордов на поле рекордное число раз ронял щит с кольцом. Позже его дело продолжал Дуайт Ховард. Эти случаи заставили разработчиков спортивного инвентаря создать щиты нового поколения. Они по-прежнему весят всего 120 килограммов. Но ни один спортсмен их не может перевернуть. Хотя желание показать болельщикам свои сверхспособности у баскетболистов никуда не делось. Это был один из моих самых любимых элементов, когда я играл в баскетбол. Забить сверху и еще повисеть таким оттяжечкой, как говорят. Сегодня устройство кольца не такое простое, как может показаться. Во-первых, корзина закреплена на подвижном шарнире, что позволяет ей вращаться. Во-вторых, под самим кольцом прячется газовый амортизатор. Принцип его действия полностью повторяет автомобильный. Если на кольце возникает нагрузка более 85 килограммов, корзина мягко провисает. Если спортсмен нависнет сбоку, сработает подвижный шарнир, и корзина плавно подыграет баскетболисту, повернувшись в нужную сторону. И параллельно погасит массу, приобретенную игроком, в прыжке. Спорт высоких людей стал площадкой для новых технологий, которые сделали его более безопасным. Сегодня баскетбол это красивая, динамичная и зрелищная игра. С вами была программа «Жестокий спорт» и ее ведущий Александр Ильин. Будьте здоровы и не забывайте про спорт. Редактор субтитров А.Семкин